В студии Елена Толстая и Юрий Шатунов. Юра, здравствуйте, рада вас видеть в нашей студии. Ну, я сразу начну с вопроса, все-таки, почему же отказываемся говорить о Ласковой Майсе, потому что именно благодаря этой группе вы и стали вообще известны на всю страну и получили такое количество поклонников. Ну, на самом деле, сейчас у меня свой проект, который называется Юрий Шатунов, и этот бренд я, соответственно, раскручиваю. А то, что касается группы Ласковой Май, все права на ее, как бы, публикации на ее, все права, да, ну, как это правильно сказать, то есть для того, чтобы, я не могу пользоваться этим названием, это первое. И права на название группы Ласковой Майсе принадлежат Андрею Александровичу Разину. Юрий, мы сейчас говорим о правах на название группы, а то, что касается непосредственно самих песен, вы исполняете же, например, те же самые известные «Белые розы». Конечно, конечно, песни я исполняю и надеюсь, что и в дальнейшем буду, ну, по крайней мере, старые. Новые, но новые, безусловно, новые, все, практически все новые песни, которые я сейчас делаю, то есть автор и соавтор многих из них являюсь, автором и соавтором многих из них являюсь я, поэтому теперь проще. Ну, тогда давайте более подробно о вашем сольном проекте. Он начался в 92-м году. Да, именно тогда я ушел из группы. Вот тогда, на самом деле, да, вы все бросили и пустились в такое сольное плавание. Именно так. Вот тогда не страшно было? Да, по сути, нет. Наверное, настал тот период, когда стоило задуматься о том, а следует ли вообще, как бы, заниматься музыкой или же как-то свою жизнь устроить, или еще чем бы то ни было попробовать заниматься. Ну, в конечном итоге, то есть мне нужен был огромный период времени для того, чтобы, как бы, сбалансировать все свои желания и все свои возможности. Отучиться, получить профессию и так далее, и так далее. Я уехал в Германию на долгий период времени. Я закончил школу звукоинженеров и, как бы, обрел семью. То есть на сегодняшний день, Юрий, что-то звукоинженер, да, с дипломом? Ну, как бы, да. Юрий, ну, вот, в принципе, вы сказали... Ну, это то, что касается бумажки. Да, на самом деле, нет, да, не умею я этого делать. Нет, я умею делать все, абсолютно. Ну, смотрите, вы сказали об этом периоде, он был достаточно долгим, потому что, мне кажется, ваши поклонницы, а их было и есть, да, в достаточном количестве, подумали, что, в принципе, вы со сцены-то как-то уйдете и будете так многое появляться, когда группа будет собираться вместе. Ну, не знаю, что подумали поклонницы, я точно знал, чего я хочу. И в конечном итоге я стал этим заниматься, но получилось так, что меня случай, именно случай, вернул обратно на сцену. А случай, это о чем сейчас конкретно идет речь? Просто такое, скажем так, беседа старых друзей на кухне, как это обычно происходит. То есть беседовали, может быть, что-то выпивали, а они сказали, ребят, ну, давай, давай, давай. Давай что-то сделаем, и в конечном итоге в 96-м году мы с ребятами делаем пластинку. Она называется «Вспомни май» и все, и все по-новой. То есть как-то вот все-таки май, да, не будем говорить, какой не давал покоя. Ну, я не знаю, может быть, было и символично ее так назвать, а может быть и нет, но так, как было сделано, так сделано, да. Хорошо, Юрий, на сегодняшний день уже какое количество сольных альбомов? Ну, порядка шести. И вот как раз последний в июне, да, выпустил его «Я верю»? Да. Естественно, сразу возникает банальный, элементарный журналистский вопрос. Во что на сегодняшний день верит у нас Юрий Шатунов? Прежде всего в себя. И во что не верит? Прежде всего в себя, потому что если ты не веришь в себя, соответственно, ты не веришь ни в кого. И если ты не можешь сделать чего-то, это очень плохо, потому что ты не веришь в себя, да? Как бы логично. То есть в данном случае можно продлить, да, эту фразу «Я верю»? Эту фразу можно продлить как угодно. Я просто сказал, что «Я верю в себя» прежде всего, да? А фразу, разумеется, можно продлить как угодно. Хорошо, Юрий. Кто на что гораст. То, что касается непосредственно всех этих новых песен. Да. Знаете, что непонятно? Почему на радио практически невозможно их услышать, а может быть, в принципе, невозможно? Крутят или нет? На каких-то радиостанциях крутят. Конечно же, но в большинстве радиостанций не берут, по-другому, просто впечатление, что не формат. То есть это единственное объяснение, которое принято давать, скажем так, артистам и так далее. Я, честно говоря, не понимаю, чем руководствуются люди, давая такой ответ, да? Неважно мне и кому-то не было. Но при этом объясняют, что это значит? Просто не формат. Вот я понимаю это слово, то есть смысл этого слова. Но вы понимаете, почему вы не формат на той или иной радиостанции? Меня это абсолютно не напрягает, на самом деле. То есть... Хорошо, давайте все-таки разберемся с этим форматом или не форматом. Например, на каких радиостанциях Юрий Шатунов формат, на каких не формат? Этого я не знаю. Это то, что касается, допустим, ну на русском радио, что самое удивительное, я не формат. Именно на русском радио. То есть, может быть, я пою на каком-то другом языке, который непонятен русскому радио. Подождите, ну ведь, например, если мы говорим о русском радио, то ваши старые песни, они же формат русского радио. Нет. Нет, так же не крутят. Мои песни старые крутят на ретро-FM. А новые песни это уже не ретро-FM. Новые песни это уже не ретро-FM. Это как бы новые песни, да? Ну, это как бы не самое главное. А что самое главное? Самое главное, вы знаете, я как бы достаточно долго живу в Германии, и познакомившись и пообщавшись с людьми, которые делают сейчас там достаточно известных артистов, ну то есть с продюсентами, да, грубо говоря, с продюсерами по-нашему. То есть, когда я им показал, что я делаю, и спросил, что же это за стиль, почему как бы в России... Определите, да, где же я все-таки формат. То есть, на что они мне сказали, что эта стилистика называется шлягер. То есть, по европейским меркам, ну может быть и по другим тоже. Значит, стилистика шлягер, она по сути своей не формат, это направление, которое не рассчитано, скажем так, на радийные эфиры. Оно рассчитано для людей, оно сделано для людей. То есть, люди это слушают, люди это, может быть, и поют, смотря в какой ситуации находится, да? Поэтому, как бы, услышав такое определение моей стилистики, я вообще успокоился напрочь. То есть, теперь для меня радиостанции вообще как бы не являются каким бы то ни было, скажем так, критерием, на кого стоит ориентироваться, да? Если они говорят не формат, значит, я точно делаю то, что действительно нужно. То есть, это для меня теперь уже такой, скажем так, определяющий фактор. Если бы они мне сказали, что это формат, я бы, может быть, уже задумался, значит, я что-то делаю не то. Ну, смотрите, Юрий, ну не думаете ли вы, с одной стороны, вы говорите, как-то, ну, открещиваетесь от этого формата, с другой стороны, вот так называемый формат, это же пусть к той популярности, которая у вас, на самом деле, была, да, такая, колоссальная до 92-го года. Ну, нет. На самом деле, формат не дает популярности. Популярность дает песни. Если они красивые, если они душевные, добрые, и они любимые, вот это дает популярность, а не то, что крутят на радио. Я не помню, если честно, у меня есть хороший один аранжировщик, который, как-то мы шли по улице, и он просто первопопавшегося встречного останавливает, говорит, я не помню, о чем был диалог, но на тему, кто, типа, насколько популярна та или иная песня. Ну, что-то такое. Такой был диалог. И он подходит прямо останавливает первопопавшегося встречного и говорит, пожалуйста, напойте мне песню вот этого артиста. Человек такой стоит. Задумался. Проходит две минуты, как бы, он говорит, я не знаю. А вот этого артиста. И тут же, как бы, он начинает там петь мои песни, одну, вторую, третью, четвертую. Он говорит, так вот критерий. Новая уже песня. Нет, не новая. То есть, то, что человек помнит. Да? То есть, как бы, определение формата-неформата. То есть, то, что крутится сейчас на радио. Я вот вас сейчас спрошу, спойте мне хоть одну песню любого исполнителя, который крутится на любом радио. Ну, я думаю, что я сейчас Филиппа Киркорова или еще кого-нибудь напевать не буду. Сами понимаете. Юр, подождите, но с другой стороны, вот этот человек напел ваши старые песни. Неважно. Ну, как это неважно? Неважно. Если он их напел, значит, он знает, чьи они. Если он их напел, значит, они уже лежат где-то в душе, в сердце. Я не знаю, где. Юрий, да, но вам же наверняка хочется, как любому артисту, чтобы напевали ваши новые песни. Новые, для этого нужно просто время. Потому что старые, это уже в некоторой степени уже пройденный этап. Да, соответственно, пройденный этап. Но эта история, это как бы прошлое, от него не уйти. Оно есть. Вот, например, представим ваш концерт с новой программой. Да. Старые песни. Будут обязательно. Так же, естественно, требуют народ? Обязательно требуют, и они есть в каждой программе. А вот среди новых песен есть и песни, которые требуют? Например, из предыдущих каких-то альбомов? Есть. Есть. Конечно. А вот то, что касается непосредственно гастрольного графика на сегодняшний день, то есть какова занятость вообще, я не знаю, или Юрий Шатунов выступает там в основном, я не знаю, может быть, на корпоративах. Ну, я расскажу в двух словах. 28 сентября у меня будет сольный концерт в Москве, Арена Москва, это зал концертный. И после 28 сентября огромнейший тур по стране. Вы можете зайти на официальный сайт мой, шатунов.ком, там прям есть гастроли и список всех городов. Это приблизительно где-то месяца на 4. Ну, вот такой вот график занятости, если вас интересует. Ну, вот смотрите, площадка Арена Москва, площадка действительно большая, да, с отличной... Ну, не знаю, я не был там ни разу, я не видел. Я видел... Я была, площадка большая, народу достаточно. То, что касается непосредственно площадок в других городах, что это? Небольшие клубы или такие же вообще огромные площадки? Это дворцы спортов, это огромные залы, это тысячники, ну, смотря где, цирки, смотря в каком городе. Ну, а вот на сегодняшний день, как вы считаете, вы затронули, да, например, тему Олимпийского. Вы способны собрать Олимпийский полностью? Я не знаю. То есть даже не задумывались? Я не знаю. Ну, замахнулись бы на это, если бы предложили? Ну, потому что, мне кажется, артист все-таки делает какую-то оценку вообще происходящего. Смогу собрать или нет? Приходят разные люди, приходят разные группы, честно заявляю. Ну, я делаю оценку. Вот эту площадку мы соберем, а вот эту площадку мы не соберем. Без понятия. Я могу собрать, могу не собрать, и не зависит от меня. Ну, это принципиально для вас? Это зависит от рекламы. Сколько ее будет и какая она будет. Если просто где-то повесить один щит, конечно же, никто ничего не соберет. В какой-то момент вы говорили о том, что, в принципе, чтобы устроить свою личную жизнь, обзавестись с семьей, необходимо сделать какую-то определенную паузу. Обязательно. В эту паузу сделали? Да. С семьей обзавелись? Да. Возникает логичный вопрос. Для того, чтобы поддерживать вот эту хорошую, крепкую семью, не надо делать вот эти периодические паузы? Я думаю, это неплохо было бы. Это даже в какой-то мере очень хорошо, потому что постоянное пребывание в одном каком-то замкнутом пространстве одних и тех же людей, то есть, провоцирует на конфликт или на что бы то ни было, на раздражение, на какое-то надоедание друг к другу. Поэтому вот эти паузы, они, мне кажется, идут только на благо. Да. Когда ты приезжаешь домой, ты соскучился, ты не видел давно ребенка, давно жену не видел. Вроде как месяц дома побыл, уже вроде как и надоел. Уехал, опять соскучился, опять приехал, и вот так вот происходит здорово. А вот то, что касается вашего сына, вы же сказали в одном из интервью, что вы, наверное, не хотели бы, чтобы ваш сын посвятил себя музыке и вообще стал бы выступать так же, как вы. Мало ли, что я хочу или не хочу, поскольку у него будет своя собственная жизнь, и я не буду как бы навязывать ему своих интересов. То есть, то, что он для себя посчитает правильным и нужным... Вы поддержите. ...это будет выбор его, и я поддержу его полностью. Получается, что этот выбор в некоторой степени может быть сформирован родительским примером? Это он будет выбирать. Я его ни в коем случае сейчас даже не, как бы, не заставляю слушать там свои песни, не завожу его там... А было бы забавно, если вы сажали его как-то ребенка, включались, когда не слушали. ...пытаясь его учить играть. Нет, ни в коем случае. У него как бы есть свои интересы, которыми он сейчас достаточно сильно увлечен. Ну, пускай. А вот свои интересы, мне интересно, чем увлечен сын Юрия Шатунова? Школа. Компьютерные игры, как у всех? Школа, компьютерные игры, как у всех, и не только компьютерные велики, я не знаю, там, Звездные войны, еще что угодно. А вот то, что касается хоккея, не играете? Пока нет. Но ему и неинтересно. Ну и слава Богу. А, кстати, какой класс сказали про школу, сколько лет сытки сына и в какой класс ходит? Он, ну, ему сейчас шесть, исполнилось пятого сентября, и он пошел в первый класс. Но при этом говорит и на русском, и на немецком, соответственно. Он говорит только на русском, пока. Это принципиальная тоже? Это была принципиальная позиция, поскольку ребенок живет в стране, которая имеет родной язык немецкий, то есть он его выучит по-любому. Находясь в той среде, он все равно его учит, как бы он этого не хотел. А была, как бы, целенаправленная задача научить ребенка русскому языку прежде всего, хотя бы на уровне общения. То есть не обязательно грамматику, писанину и так далее, или каких-то сложных вещей, там, литература. Я думаю, в дальнейшем он сам решит, нужно ему это или не нужно, и, может быть, и выучит. И грамматику, и все. Но пока была вот такова позиция, она и остается по сей день. Поэтому он у меня на русском говорит в совершенстве, на немецком он понимает все, но, как бы, говорит немножко нехорошо, скажем так. Юрий, а в свое время уехали же именно в Германию, а на мой взгляд, огромное же количество замечательных стран. Почему именно Германия? Ну, так получилось. Ну, так сложилась жизнь, так сложилась судьба. То есть, получается, было к кому ехать в тот момент. И это то же самое. То есть масса-масса вещей, которые сыграли какие-то свои вещи, по которым и все это происходило. То есть я не планировал никуда вообще уезжать. То есть мне и здесь неплохо, точнее хорошо. Но так уж сложилось. Так получилось. А Родина-то она все-таки где? Здесь. Здесь или там? Здесь. Но на немецком вы при этом разговариваете на сегодняшний день так же, как на русском? Здесь Родина, там место жительства. То есть не надо путать разные вещи. То есть место жительства может еще поменяться в течение жизни и не раз. Но вы однажды сказали, что Родина там, где находится семья, близкие люди. Родина там, где Родина. Семья там мой дом. Я там живу, там где моя семья, там мой дом. А Родину не выбирает, она одна единственная, другой нет. Есть вот такая, и надо ее любить и уважать такой, какая она есть. А вы на немецком разговариваете? Немножко. Немножко. Ну, как бы мне хватает, пока. Ну, например, можете произнести? Не могу. Я просто хочу понять, все-таки ваши знания, вы так давно живете в Германии, я почему-то абсолютно безудачно владеете как родные. Мои знания не особо обширны, поскольку в планах есть глобальное изучение этого языка. Ну, например, на немецком можете сказать, вы смотрите телеканал Москва 24? Нет, не могу. Нет? И не буду. Почему? Я могу сказать это на русском, потому что на русском получится гораздо лучше и интереснее. А почему? В некоторой степени так открещиваетесь, стесняетесь, что? Нет, нет, ни в коем случае, ну просто не хочу. А друзья, они тоже в Германии? Ну, не все. Есть и в Америке, и в Израиле, и в Москве, и в Омске, и в Новосибирске. То есть они все-таки есть? Потому что, опять-таки, некоторое время назад вы произнесли, что друзей у вас нет. Я тогда удивилась. Неправильная постановка вопроса. Вопрос звучал так. Есть ли у вас дружья в шоу-бизнесе? На что я ответил, что у меня друзей в шоу-бизнесе нет. Их, в принципе, быть и не может. То есть сейчас запомните все телезрители, что на самом деле в шоу-бизнесе никто не дружит, если делают это зря. Друзья по жизни, это люди, с которыми я могу съездить на рыбалку, я не знаю, сходить в лес, погулять с ребенком, там, покататься на велике где-нибудь. Это друзья по жизни. Они никак не относятся к моей работе. Они абсолютно других интересов, других профессий, других увлечений. Но при всем при этом мы, как бы, нашли общий язык и общаемся и дружим. А есть друзья, которые из любой страны прилетают в любую страну на ваш концерт? Ну, нет. А концерты? Я не думаю, потому что мои друзья и по скайпу меня достаточно часто лицезреют, поэтому и концерты мне нужны. А концерты при этом? Вот сейчас поговорили о гастрольном туре по России. Вот, например, существует гастрольный тур по Германии? Нет, по Германии там, как бы, есть, но я не стараюсь там работать, потому что я там живу. Я приезжаю домой, чтобы отдохнуть и побыть с семьей, а не заниматься работой. Мне здесь работы хватает, поверьте. Юрий, а вот, например, я абсолютно убеждена, что на улице в Москве вас 100% узнают, и в России узнают. И сейчас огромное количество, вообще, мне кажется, сотрудников нашего телеканала. Хотела подойти к вам, пока мы заходили в студию. В Германии узнают? Да. Что подходит, что говорят? Те же белые розы? Ну, прежде всего, подходит, чтобы сфотографироваться, взять автограф. Ну, как бы, и все. А это значимо вообще, когда тебя узнают на улице, или это мешает жить? Ну, на самом деле, когда я иду один, я могу что-то там, да. Когда я иду с семьей по каким-то вещам, то, как бы, я просто извиняюсь, говорю, ребят, пожалуйста, извините, но не сейчас и не в данной ситуации. То есть, ну, как бы, люди понимают и к этому нормально относятся. Юра, еще один вопрос в завершении нашего разговора, так как достаточно много поговорили о ребенке. Чему бы вы хотели его научить? Вот с учетом своего жизни? Я могу сказать, что я уже научил его многому. Он у меня умеет делать такие вещи, которые, наверное, и в 8-10 лет дети не умеют делать. А ему всего 6. Он у меня уже умеет пилить ножовкой, я не знаю, стучать молотком, забивать гвозди, рисовать, вымерять. Ну, такие вещи, которые для мужчины, в принципе, абсолютно естественные. Люди, это важно, да, когда вы можете гордиться своим ребенком, а он может гордиться вами. Да. Юра, еще в завершении нашего разговора, потому что у нас, к сожалению, остается достаточно мало времени, ведь вы не так давно стали так активно общаться в социальных сетях. Это точно, поскольку... Где можно найти Юрия Шатунова, чтобы это был настоящий Юрий Шатунов, а не как это обычно бывает, 50, я не знаю, каких-то страничек. Поскольку не так давно действительно я появился в социальных сетях, так немножко подумав и пообщавшись с людьми, которые в этом немного понимают, они мне объяснили, для чего это нужно, на что я, в принципе, выслушав все их аргументы, и сказал, да, давайте сделаем. Мы сделали странички во всех социальных сетях, там, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, я не знаю, и много-много еще чего, да. И сделали новый сайт, вообще новый сайт, чтобы это было все в одном дизайне, и как бы под выход нового альбома все это приурочили. А сайт как называется? Сайт называется шатунов.ком, либо шатунов.де. вот, с этого сайта можно перейти в любую социальную сеть, то есть кликом просто на, как бы, на иконку, и вы можете вывалиться на любую из социальных сетей страничку, да. Потом целый месяц мы проходили прюфинг, ну, проверку, что настоящее, ненастоящее. То есть все-таки немецкие слова, которые всегда стоят. То есть это, как бы, ну, таковы правила, потому что действительно никто не верил, все говорили, что это ненастоящее, их там было действительно около 600, как выяснилось. Только в одних Одноклассниках было около 600, в Фейсбуке еще было около там 300 таких, ну, разных, что-то новых, да, всех мастей. Вот, теперь один, единственный, со статусом звезды, и так далее, и так далее. Я общаюсь... То есть определяем по статусу звезды. Конечно, я общаюсь только на официальном сайте, у меня есть специальный раздел, вопросы Юрию Шатунову, то есть туда люди пишут, задают свои вопросы, и в онлайне я отвечаю на их вопросы. И хватает времени? Хватает времени, ну, как бы, достаточно быстро, поскольку меня ребята научили, те, которые помогали мне делать сайт и все эти странички, они меня научили многому, программированию, плюс администрированию, плюс модерированию, я какие слова не признаю. Ну и, соответственно, все, я теперь это отслеживаю, как бы, по большей части, самостоятельно, плюс с помощью ребят, которые мне помогают. То есть, Юрий, иными словами, поставим точку на том, что сейчас любой из наших телезрителей может, соответственно, найти вас в любой социальной сети, написать вам, и вы гарантируете, что вы ответите на любой вопрос, который я сейчас вам не задала. Абсолютно. Друзья, вы и сами все слышали. Спасибо вам большое, Юрий. А я напомню, что у нас в гостях был Юрий Шатунов, так что ищите его в социальных сетях и спрашивайте все то, что я не успела спросить. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо вам.